В их мире царит тишина, но это люди, которые очень тонко чувствуют окружающую действительность. Речь о тех, кто страдает нарушением слуха. 3 декабря, созданное 60 лет назад, общество глухонемых праздновало свое второе рождение. Поздравить участников клуба с этим знаменательным событием пришли гости, в том числе глава администрации Борис Беляев, его заместители, руководители строительных организаций, которые провели ремонт. За короткие сроки здесь заменены окна, межкомнатные двери, электропородка, произведен ремонт стен, потолка, полов, установлены новые световые приборы, закуплена мебель. Сегодня я хочу поблагодарить от вашего имени наших коллег, которые отремонтировали это помещение и создали вам прекраснейшие условия для того, чтобы вы собирались здесь все вместе. Все вместе и были просто дружны друг с другом. От администрации приобретены настольные игры и телевизор. Кстати, за новостями они могут следить, не обращаясь к сортопереводчику по бегущей строге. Сегодня очень символично, что в день инвалидов, в тот день, когда мы привлекаем внимание к этой категории населения, к их проблемам, мы открыли обновленный клуб глухонемых в нашем городе. Это действительно очень особая чувствительная категория людей, и это стало возможным только благодаря и инициативе клуба, и огромной поддержке лично главы администрации городского округа Бориса Владимировича Беляева, и всех предприятий, которые откликнулись на нашу просьбу помочь этим людям. Инициаторами создания в Кумерта общества для глухонемых еще в 50-х годах прошлого века были Степан и Мария Гусаровы. Сегодня среди гостей их дочь Таисия Калюжная. После родителей она была руководителем общества. Когда в 50-м году мы приехали сюда и жили по Комсомольской 29, тогда никаких красных уголков не было. Был наш просто дом, вот финский домик, где сейчас построена шестая школа. Все глухонемые собирались у нас в дому, в нашем дому приходили. На сегодня общество насчитывает 83 человека. Каждую субботу и воскресенье участники клуба собираются, общаются, намечают планы, делятся впечатлениями. Для того, чтобы их услышали, с ними работает сурдопереводчик. Это человек, который должен пропускать через себя их проблемы и просьбы. И вот уже более 30 лет Раиля Ахметова словно ниточкой связывает глухих с остальным миром. Мы даже слов не можем находить. У нас радостный день сегодня. Здесь мы в клубе будем свои проблемы решать. Какие у кого что, какой вопрос. Мы на неделю, как говорится, приходим. Суббота, воскресенье. На неделю составляем планы. С кем куда-то. Больницу сходить. Кому куда надо сходить. Налоговать там. Какие вопросы, какие проблемы. Все мы начинаем от клуба. На встречу в клуб приезжают и люди из близлежащих городов и районов, говорит Раиля Акадимовна. Теперь гостей здесь будут встречать в уютном помещении. В завершении торжественного мероприятия было снято общее фото. Продолжение следует...